МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Супрацовники телерадио компании Гомель у черговый раз сирот призера у телевершини. Пяти процедуникам региона уручены посвячені народных майстров. 40-й обласный взлет юных инспекторов дорожного руху прайшоу у Мазырскім районе. У Гомеля сёння отбывся велокарнавал. І больш падрабязна об гэтымі не толькі. Прыемная новина прайшла з Мінска. Напереда дні у Палацы Республіки узнагородзі лі лепших телевізіонщыка Україны, сирот їх і нашы колегі. 13-й національний телевізійный конкурс телевершыня прынёс талерадою кампані Гомель два празове месцы у номінаціях «Лепша громадсько-політичная программа» і «Лепші ведучі тематычныя программы». Лауреатами стали Александр Гавейко з токшоу «Пушкина 8» і Александр Гаморя з программай «Надзвычайная ситуація». Більш як п'ять гадо токшоу «Пушкина 8» збірала на сваёй пляцовцы компетентних спеціалістів, узнакамітых експертів і жіхароў в області для обмеркавання самых актуальних тем з життя регіона. Ні раз программа становілася пераможцей разнастайных конкурсов і вось чарговая номінація. Лауреат ісіродвядучых тематычных программ Александр Гамоля добровядомы регіональному талі глядачу по талі проєктах «Де факта», «Навіна регіона», «Добрый вечір Гомель» і «Надзвычайная ситуація». Мінавіта апошня программа і была представлена на національнім конкурсі. Варто означыць, празове місце талі вяршыні нашы калегі атрымалі ў республіканскіх номінаціях. Гэта якраз той самий выпадык, калі, як кажуть, бронза даражейшая за золата. Дарыч ісіолітнія талі вяршыні яшчы раз падкрэслила, што сучасная регіональна талі бачыння разіваюцца і ўжо здольна на ровных сапернічаць з республіканскімі талі каналамі. Віншуем наших каліх і працягваем выпуск. У Гомелі уручаны пасвячанні народных майстров п'яці працтаўнікам регіона. Гэта самая высокая звання, якое могуць отрымаць працтаўнікі народной творчасті. Разьба падрэві, лозапляціння, драулянная скань. На Гомельщыні адначасова і даволі паспяхова разіваюцца некалькі накерунка ў народной творчасті. Причым работа мясцовых майстров вядомая не толькі ў Беларусі. Шмат які вырабы заховываюцца ў приватных колекціях жыхароў Расі, Велікабрытанні, Германні, Зыша, Японії. Першая гоноровая званні народных майстров працтаўнікі Гомельскай в області отрымалі на пачатку дзвюхтысячных. Адпаведная рашэння прымаецца спеціяльная экспертная комісія пры Міністарстве культуры. Пры гэтым перавага аддаецца людзям, работы яких вызначаюцца індвідуальнастю і выкананы ў адпаведнасті з беларускіми традиціями. Пасля уручэння новых пасвячання ўкалькаць народных майстров ў Гомельскай в області повялічылась до девяти чалавек. Усі яны маўть більш як двадцати годовы стаж практичной работы, а так само проводять майстракласы ў творчых майстырнях і навучальних установах. Работы сделать тяжело, шабы работы несли смысл, і людей заставляли думать, ну і, соответственно, радували. А остальное не тяжело. Сам факт, это уже подтверждение итога твоей работы, всього, што ты сделал за большой период рэміні. Пратягваецца падрыхтока дача трынадцатага экономічнага форуму і міжнародной выставы «Вясна ў Гомелі». На наступным тыдні для ўделу ў гэтых мероприемствах прыедуць працтаўнікі дзялавых колаў і акредытаванных ў Беларусі пасольстваў. Планами організатораў патікавіўся Олег Сінцюроў. Девятнадцатага мая ў десять гадзин раніцца пасаджыня 14-го Гомельско-экономічнага форума. На сёнішній дзень ўдел ўім подтвердзіли каля 400 працтаніков афіційных і дзялавых колаў десяти краўн свету, хаць заявки ўшы будуть праймацца да 15-го мая. А пошній термін падачы заяў на ўдел ў экономічном форуме дванадцатый гадзин па ўсходній европейскім часі. Калі меркаваць па в опыте проведення па передніх форумуў, ёс ўсе паставы сподзевацца на паўлечэне койкості ў денікуў. У воглі работа буде організована па шасти сексах. От агропромыслового комплексу ўганглю до малого бізнесу і туризму. При гэтым потенціальным инвесторам проставець не толькі проекты, падырактыванныя предприємствамі, а ле и вынаходкі молодых гамельчан. Научэнец коледжа машинобудавання Максим Кирьянов распорцавав ўласный, доволі перспективный вариант пальчаткі для реабилитациў пасля інсульту. Як чекается ў деніки форума ўбачыць ўе непосредно пачас пленарного пасаджэня, а потам обмеркуўць макчамаси серийной вытворчісти на одной секцій. Не компания какая-то крупная, а просто, скажем так, молодой инициативный человек где-то что-то подсмотрел и сделал что-то своё, которое, в принципе, хочет продвигать. Соответственно, должны пройти какие-то исследования, стандартизация, то есть, чтобы это использовалось медицинно. Реклама, потенциальным инвесторам, может, кто-то заинтересуется. Добавились новые страны у нас, такие как Азербайджан, Исландия. Также в рамках форума планируют принять представителей компаний, с которыми будут подписаны инвестиционные договоры и соглашения о намерениях. Это представители компаний Дании и США. Международная выстава весна у Гомеля сегодня пройдет в 18-й раз. Термин проведения с 18-го до 21-го мая. Причем, когда в 2000-м начинали с 40 у денег и 250 квадратных метров экспозиции, то сегодня сколько у денег наближается до 300, а выставочная площадь увеличилась больше, как в 20-е разы. Организаторы кажут, что им гнутся заработать выставу вытекают для всех. С этой нагодой сарат запланованного детячая свято и республиканский фестиваль рамесников. Головная задача – это помочь им развивать свой бизнес. До речи сарат вип-сувениру на гометской выставе будут ляльки-звоночки в национальных костюмах, которые выработал рамесник с речицы. Алия главная задача – презентация вытворчего потенциала региона. Жадающих принять удел оказалось и стольки, что некоторым пришлось и отмовить. Правда, тычелось это у основных предприемств из других областей краины. Крупнейшая региональная выставка страны. И, естественно, на раскрученную площадку очень хотят попасть предприятия республики. Этот год тоже не исключение. Мы сразу начинаем получать предложения о том, чтобы какие-то предприятия других регионов представились. Но поскольку это регион, и есть одно самое важное условие – представляют себя только предприятия региона. Это имиджевая выставка и должны представляться только наши предприятия. Олег Сентюров, Игорь Марыченко, телерадокомпания «Гомель». У першыню за 25 годов уродный город приехал гамельчанин, композитор и музыкант Дмитрий Яутухович. С концертом он наведал середнюю школу номер 30, где ранее навучался и працавал наставникам по классе скрипки. Дмитрий Яутухович народился и вырос у Гомеля у семьи скрипача и пианистки. Скончил музычное училище и мя Соколовского и Белорусскую державную консерваторию. Творы гомельского композитора вядомые по всей Белоруссии и за ее межами. Яны учали у теле и радиоэфиры у концертных залах. Их выконывали симфоничные оркестры и академичные спеваки. Его твор «Усем и родом с детинства» 10 годов служил визитной карткой однайменного телефестивалю. Дмитрий Яутухович написал музыку до фильма режиссера Владимира Орлова «Комедианты» по пьесе Дунина Марцинкевича. Его песни «Пяшчота», «Нарачанка», «Белорусские девчаты», «Доставай я зэб гармоник» выконываются Анатоль Ярмоленко, Валеры Ирозанов, Леонид Барткевич, Миколай Скорыков и имше. Уже больше как 10 годов «Знакамиты земляк» живет в США, где выступает и дает приватные уроки музыки. Только что я закончил съемки музыкального номера произведения Ягана Себастьяна Баха Чакона, которую я играл на выставке в Америке, в штате Нью-Джерси проходила выставка из музея Освенцима. Материалы были привезены из Польши и это было очень трогательно, очень сложно, очень тяжело. Даже до сих пор у меня идут мурашки. Я записал музыку в память о жертвах Освенцима, чтобы люди никогда не забывали о том, что произошло. Почас своего визиту в Гомельскую область Дмитрий Яутухович сустрился с учнями 30-й школы. И он выконал несколько классических творов для юных слухачов. А кроме того, у неделю 14 мая композитор выступит у Палаца Румянцевых и Паскевича разом с музыкантами камерного оркестра Гомельской областной филармонии Дмитрий Яутухович будет выконовать створы Моцарта. У Гомельским областным драматичным театра отбылась премьера спектакля «Чума» по мотивах маловядомой пьесы Якуба Колоса «Антось Лата». Глядачи убачили трагикомедию об человеческих слабостях яке ведусь до гибели особы. У центра уваги такая згубная звычка як алкоголизм. При этом у трагикомедии нема выразной сюжетной линии проблема подается празвобразы. Спектакль не сел в себе больше фантастичную оформлку чем бытовую. Миновита эта форма и обвострая проблему. Я изначально когда ее взял и прочел как-то сразу у меня в голове сложилась картинка такая вот на грани фантастики что ли какого-то оно бы не было так интересно и это было бы очень грязно мне кажется потому что проблема она страшная мы ушли в такую фантастику вот на грани фантастики я думаю что это больше должно трогать. Особные сцены премьерного спектакля Чумас упроводжаются тематичным видеоматериалом что так само примушает глядачов задуматься об твярозой сучасности и будущине. Ляльки обрадовые дитячие театральные а так само сувенирные и интерьерные с уникальной коллекцией можно познайомиться на выставе якая працует в областном центре народной творчести тут представлены работы маэстро из разных кутков нашего региона а так само наученцы Гомельского Державного профессийно-технического колледжа народных мастерских промыслах в экспозиции традиционные и аутерские ляльки выполнены в разных техниках тканы вязаные вышитые народная тематика представлена обрадовыми ляльками и ляльками оберегами многие из них безобличные как того потребует традиция все экспонаты уникальные и все сделаны вручную детали костюмов и атрибуты прапрацованы до самых разных деталей организаторы выполнены дякуючи такой разностальности экспозиция будет интересная и для детей и для дорослых юбилейный 40-й полик областный взлет юных инспекторов дорожного руху прошел в Мазырском районе ГТС поборниц уже вышли за меж одного региона и даже краины в якости гоноровых гостей были запрошены школьники из России кто стал переможцем ведают наши мазырские коллеги больше 20 команд юных инспекторов дорожного руха собрал 40-й взлет юит у каждой дружины своя отметная форма оденья девиз и подыходы выучения дорожных правил аля мы это одна детячая беспека на дорозе Максим Молосенко с городского поселка Ксяпске выполнены что уступивший рух юит и он набрал правильную дорогу мне это понравилось тем что мы идем хорошую дорогу что мы учим многих детей и взрослых правилам дорожного движения программа взлета включая конкурсы на кирование велосипедом ведание правил дорожного руха указание первой медитинской допомоги аля это не только с поборниц это фестиваль где соперництва только на конкурсных этапах у неформальной обстановци сябровство и поддержка при этом мероприемство уже давно вышло за рамки одного региона в якости гоноровых гостей приехала сборная команда России начале с головными держауты инспекторами Збранска и Калужской областей это замечательное мероприятие и большое спасибо белорусской стороне которые пригласили нас на это такое торжественное мероприятие которое посвящено одному вопросу связано с детской безопасностью я думаю что это перспективное мероприятие только через детей мы можем трансформировать вопросы связанные с безопасностью дорожного движения детяши дорожно-транспортный травматизм актуальная тема что год в регионе региструются выпадки когда подколы автомобиля утрапляют юные пешеходы и велосипедисты и не зауседы это вина водителя участными навета дети не ведали альбо не выполнили правила у профилактицы держаутоинспекция робит ставку на развитие руху ЮИД формат у нас уже нашего областного слета стал международным и конечно же вот смотря на детей они получили не только навыки безопасности участия в дорожном движении но и конечно же между собой познакомились познакомились пообщались и те знания они привезут к себе в школы в районы и активная работа по профилактике детской дорожно-транспортного травматизма на территории Гомельской области она будет жить и дальше мы будем работать в этом направлении взлет юных инспекторов дорожного руху завершился церемонией узнагороджения головный приз отримала команда и она представить наш регион на республиканском споборниц Виктория церемонсты Мы подбирали, чтобы всем было радостно, чтобы всем было весело. Чувства, конечно, очень хорошие, очень позитивные, так как день сегодня хороший, день сегодня ясный. И было очень классно. На этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Удалых вам выходных днём и до новых сустречу эфиры.